Все вы конечно знаете, что картриджи для дэнди можно поделить на несколько, скажем так, категорий крутости. Есть лживые многоигровки, на которых как бы тысячи игр, а на самом деле 5-6. Да еще и всякая мелочь типа лодранер и дик дак. Есть многоигровки тоже с мелочью, но на них много игр и игры не повторяющиеся. Эти уже более ценны. Есть одноигровки, один картридж, одна игра, все по-честному. Если игра крутая, то и картридж тоже крутой. Наконец, есть элита пиратских картриджей, сборники, на которых 2, 3, 4 или даже больше игр, по-настоящему крутых игр. И наверное, самыми почитаемыми из всех считались сборники, которые мы называли супер хик, ну просто потому, что это прямо написано у них на обложке. Обычно супер хики четырехигровки и игры на них как на подбор, один или два шедевра на любом картридже обязательно встретятся. Но что означает этот самый супер хик? Самая популярная версия, что это супер хит с ошибкой. Китайцы же, что с них возьмешь? Но нет, история намного интереснее и сейчас мы в ней разберемся. Заодно выясним, почему буква К иногда написана по-другому и что это за цифры, встречающиеся на супер хиках. Вернемся в самое начало 8 видного пиратства 1987 год. Тогда на Тайване только начали появляться первые клоны Famicom'а и пиратские картриджи. Никаких сборников еще не было, все картриджи были одноигровками. Наверное, первой крупной пиратской конторой, массово выпускавшей картриджи стала Verlwind Manu. Она же первая сделала строгую нумерацию своих картриджей. Все картриджи Verlwind Manu имели индексы LA, LB, LC и так далее. И порядковый номер. Скоро эту нумерацию посоимствуют и другие пираты. Кстати, им на картриджи Verlwind Manu завозили к нам стиплер, лепили на них слонов и продавали как фирменные. Так вот эти LA и LB не просто какие-то буквы от балды. Заглянем в рекламный каталог фирмы. Да, эти ребята выпускали настоящие бумажные каталоги. И станет понятно, что буквы означают размер игр в килобайтах. То есть серия LA – это картридж с 24 килобайтными играми. Это самые старые и мелкие игрушки – Mario Bros., Popeye, Galaxian и т.п. LB – 40 килобайт, тут уже игры посерьезнее, включая Super Mario Bros. LC – 48 килобайт и так далее. Последняя серия LH с большими поздними играми по 256 килобайт. Итак, мы выяснили, что пираты на Тайване указывали размер игр в килобайтах и покупатели знали его, и от него зависела цена игры. Это то, о чем мы в детстве даже не задумывались. Простыми играми там считали все до 48 килобайт включительно. Ну а игры по 64 килобайта на тот 87-88 год уже считались продвинутыми. Так почему бы не рекламировать это прямо на картридже, решили пираты. И появились картриджи, у которых прямо на обложке было указано 64к. Типа, тут не фуфло какое-то, а самая современная игрушка. Иногда вместо 64к писали вот так. То есть высококилобайтный картридж. Можно встретить и прямо надписи на английском High Kilobytes. Когда появились многоигровки, то если хотя бы одна игра там была 64 килобайта, картридж уже считался высококилобайтным. Размер всех игр тоже иногда подписывали прямо на наклейки многоигровок. Прогресс не стоял на месте. В Японии начали выпускать игры по стадот с 8 килобайт, и все они, конечно, уже назывались высококилобайтными. Ну или вот так. Или вот так. И когда на Тайвань завезли еще более крутые игры по 256 килобайт, на сборниках с ними стали писать или просто 256к, или Super High K, или как вы уже догадались, Super Hick. Вот вам и Super Hick. Супер высококилобайтный картридж. Именно поэтому, особенно на ранних Super Hick'ах, буква К написана другим цветом или вообще другим шрифтом, чтобы выделить, что это килобайты. Когда появились игры еще большего размера, по 384 килобайта, это стали указывать цифрами рядом с надписью «Реклама же». А вот что это за буква D, мы так и не выяснили, пока остается загадкой. И еще немного о загадочных цифрах. Иногда на Super Hick'ах можно встретить какую-нибудь такую формулу. Это объем рома всего картриджа уже в мегабитах плюс объем рам в килобитах, то есть 12M плюс 64 значит 12 мегабит ром и 64 килобит рам. Зачем эта инфа непонятна, но кому-то нужна, наверное. Конечно пираты сами не всегда следовали придуманной ими же системе, поэтому можно встретить картриджи типа Super 128K или Super Hick с древними 64 килобайтными играми, но это скорее исключение. А еще есть в природе русифицированные Super Hick'и, на которых вообще не стали разбираться всей этой канителью про килобайты и прямо по-русски написали Super Hick.